Преподобный Серафим Саровский находился под особым покровом Пресвятой Богородицы. За свою жизнь он дважды сподобился видения Божьей Матери. В Сарове, где подвязался стариц, а также в Дивеево, где он основал женский монастырь, особенно торжественно отметили День Успения Богородицы, празднование которого, как это принято в церкви, продолжается несколько дней и завершится лишь 5 сентября. Подробности в репортаже телестудии Нижегородской епархии «Образ». Свято-Троицкий Серафим-Одивеевский монастырь – это четвертый удел Матери Божьей. Поэтому праздники, посвященные Царице Небесной, отмечаются в Дивееве по-особому. Один из самых красивых обычаев монастыря можно увидеть в праздник Успения Пресвятой Богородицы. В этот день верующие со всего мира съезжаются в обитель, чтобы украсить святую канавку Царицы Небесной миллионами живых цветов. Елена Шестакова приехала в Дивеево из Тюмени. Полторы тысячи километров и 26 часов пути. И все ради того, чтобы попасть сюда в этот особенный день. Лучшего места у нас в стране точно нет. Не только в стране. Для меня это самое хорошее место на Земле. Даже проливной дождь не помешал традиционному в этот день крестному ходу с плещаницей, который прошел по цветочному ковру. В празднике, по самым скромным подсчетам, приняли участие более двух тысяч человек. Божественная литургия под открытым небом. Праздник Успения Пресвятой Богородицы в городе Сарове по традиции отмечают богослужением на месте, где когда-то стоял Успенский собор Свято-Успенского монастыря. Праздник Успения Матери Божией именуется на Руси престольным праздником всей Русской земли. Одна из причин тому, что в многих местах центральные храмы посвящены этому великому празднику. Это Успенский собор Кеоргической лавры, это и собор Успения во Владимире, и в Московском Кремле центральный собор через Успение Матери Божией. Успенский собор был главной святыней и Саровской пустыни. По образцу этого величественного храма построили церкви в Вышинской обители и Казанском монастыре в Тамбове. В Успенском соборе пребывали честные мощи преподобного Серафима Саровского. В 1951 году храм был уничтожен, а на его месте разбили парк и проложили дорогу. В Сарове сейчас нет храма, посвященного Успению Пресвятой Богородицы. И все равно для жителей города Атомщиков этот праздник один из самых любимых. Ведь Божья Матерь, так же как и преподобный Серафим, являются небесными покровителями Сарова. Наверное, не каждый знает, что монастырь посвящен Успению Божьей Матери. Но, тем не менее, я думаю, благодаря таким праздницам люди все-таки начнут понимать, что это какой-то необычный праздник. Не один из двунадесятых, а для нашего монастыря, для нашего города-то особый. Продолжение следует...